Всем привет! Доброе утро, коллеги! Сегодня на нашей сессии будут выступать молодые герои кружкового движения. И мы расскажем, что такое вообще целая индивидуальная образовательная траектория, почему ее важно выстраивать, как менять сферу деятельности, почему это важно. И вообще покажем их даже в маленьких городах, возможно, делать очень интересные и полезные вещи. Сегодня наши спикеры это Тамара Синельникова, Екатерина Морозова и Диана Мелехова. Я передаю слово первому спикеру, это Тамара Синельникова. Аминь. 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 Продолжение следует... ...саморазвиваться, чтобы они не сделали тех же ошибок, что когда-то совершила я. Соответственно, я стараюсь им помочь и показываю свои ошибки в моем начале развития. Я преподаватель, у меня была прекрасная поддержка, у меня была прекрасная команда, и сейчас она едет. Соответственно, мне очень повезло. И я очень рада, что у меня есть сейчас вот эти прекрасные люди, в том числе кружковое движение, которые мне очень сильно помогают. Для того, чтобы все это было, я поставила мне тезис, вынесла, что нужно ребятам и что нужно мне было. Во-первых, мне нужно было, чтобы я понимала, что все ошибки, которые я совершу, они не критичны. Очень важно понимать, что когда ты что-то делаешь, это все держит на твою ответственность, оно заканчивается, и все равно все будет хорошо. Все, что не делается, это к лучшему. Поэтому очень важно, что не надо бояться выходить за рамки общепринятые, что развитие, оно идет вперед, что ты идешь вперед, и что если ты ошибся или что-то сделано не так, например, я уходила в Академию отпуск в УЗИ, потому что я переболела, и я хотела, например, заниматься робототехникой. И на время я взяла этот gap year, чтобы сделать то, что хочу. Горд мне никак не повлиял на мою учебу в УЗИ, но при этом я добилась того, что хотела, и сейчас спокойно продолжаю учебу в УЗИ. И сейчас есть вот вакансия в Сбербанке, и я являюсь стажером. То есть я развиваюсь по карьере, и поэтому продолжаю учиться в УЗИ. Я хочу сказать, что ребята очень многие боятся как раз уходить. Я не боюсь ни в коем случае уходить в Академию отпуска, либо как-то бояться отходить от нитых мер. И то, как люди развиваются, потому что студенты, они боятся, поэтому я хочу, чтобы ребята понимали, что это не критично и не боялись. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Тамара. Мне кажется, сейчас следует передать слово Екатерине Морозовой, которая расскажет, на самом деле, тоже похожую в плане того, что это совсем не стартная траектория, но совершенно другую, потому что Екатерина живет в совсем маленьком городе и решила не уступать в Москву, в Петербург, потому что хочет развивать свой регион. Вот, передаю слово Екатерине. Продолжение следует... 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 И сегодня в продолжении о том, как добиться успеха в маленьких городах, я скажу о том, что я сама из города Бривовска и о своей небольшой истории. Я увлекаюсь на технологиями, я некоторое время работала в лаборатории Академии наук, я при этом увлекалась программированием и так далее, и в основном, на самом деле, по жизни я занималась самообразованием, потому что никаких нормальных кружков у нас нет, и Кванториум, на самом деле, только появился, поэтому там тоже никаких полезных занятий не было. Сейчас я, соответственно, высадорка школы движения НД, а также работаю в школьной лиге Роснано, и побеждала во многих олимпиадах. Вообще, хотелось бы еще немножко сказать про самообразование, потому что сейчас я слышала очень много комментариев со стороны взрослых, что самообразование неэффективно, что его не существует, и что на самом деле без какого-то наставника или преподавателя невозможно добиться успеха. На самом деле это неправда. Существует множество ресурсов сейчас, таких как степик, курсеры, что угодно, которые как раз помогают заниматься самообразованием, получать какую-то мотивацию и знания на уровне специалиста в какой-либо области. Поэтому самое главное, на самом деле, это желание. Если кто-то говорит, что он не может чем-то заниматься и чего-то добиваться, потому что у него нет кружков, то это абсолютно неправда, потому что сейчас достаточно информационных ресурсов, чтобы узнать о существовании всяких олимпиад, школ каких-то летних, проектных и так далее, каких-то акселераторов. И чтобы пытаться идти дальше, добиваться чего-то, стараться. Мне кажется, что это даже в какой-то мере круто, это победа для себя самого, когда ты сам чего-то добился. Когда тебе никто не помогал, и ты сидел, работал какие-то книжки, учился, проходил курсы, и потом думаешь, блин, какое я крутое, что я сам это сделал, я без помощи кого-либо другого выучил то, что некоторые не могут выучить гадать эти. Еще, кстати, хотелось бы сказать о том, что многие взрослые считают, что подростки некомпетентны в какой-либо области, хотя на самом деле это совсем сейчас не так. Потому что сейчас дети, благодаря доступности информационных ресурсов, знают намного больше, чем многие взрослые, которые работают годами и так далее. Поэтому очень важно прислушиваться к мнению подростков, это скорее совет к каким-то наставникам и учителям, и, соответственно, воспринимать их мнение всерьез. Ну и как выводы, надеюсь, что с вами переключится, структурирую немножко то, что я сказала, потому что для того, чтобы добиться успеха в течение учебы в школе, нужно лишь желание и трудолюбие, а также сильнейшая мотивация. Если у тебя есть такая-то цель, то ты будешь к ней идти, будешь пробиваться через всякие стены, проходить всякие курсы, не спать ночами, делать что угодно, чтобы прийти к ней. Поэтому мотивация – это особенно важно. Далее, одним из важнейших элементов продуктивного образования являются различные летние и зимние школы, а также смена в образовательных центрах. Как бы кто ни признавал, но в практике именно повышение опыта приходит именно в каких-то таких центрах, где человек может получить как раз какие-то практические знания, структурировать то, что у него есть. И плюс, на самом деле, на своем опыте после каждой поездки в какой-то актный центр или проектную смену у меня появлялась какая-то еще больше мотивация заниматься дальше. Ну и хочется сказать, что одним из таких проектов являются проекты кружковых движений, также Олимпиады НТИ, другие Олимпиады, после них хочется заниматься тем, чем вы занимаетесь, поэтому это тоже очень круто. Ну и как совет наставникам, опять же, я сказала, нужно прислушиваться к детям, нужно воспринимать их мнение всерьез и всегда пробовать делать то, что хотят и реализовывать в этих проектах. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое, Диана. Спасибо большое. Мне кажется, у нас получилась совершенно интересная сессия, потому что каждый, как я же сказал, совершенно разные тендисы. Тот, что важно слово, и выбирать всем необычные пути развития, например, не бояться уйти из вуза. Екатерина тоже поддержала эту идею, но добавила про то, что важно не бояться ошибок, важно не бояться заканчивать и начинать. Ну и, конечно, главное – это люди. И Диана добавила, что при этом, так сказать, важно, конечно же, еще много самому работать и вместе с сообществом, которое можно найти на отличных проектах, в том числе на кружковом движении, развиваться вместе. Спасибо большое. Спасибо большое.